Влажность воздуха Четвертое. Определение точки расцин, виды приборов для определения влажности воздуха, принцип действия гигрометра-психометра и седьмое значение влажности воздуха. Вот все, что мы сегодня с вами рассмотрим. Итак, понятие влажности воздуха. Воздух может быть сухой и влажный в зависимости от количества паров, находящихся при данной температуре в атмосфере. Таким образом, влажность воздуха показывает содержание водяного пара в воздухе. Наверное, неоднократно приходилось слышать. Погода, объявляют погоду и говорят, какая влажность воздуха. Если влажность воздуха высокая, в процентах ее называют, и она близко к 100%, значит, мы ожидаем дождя или в воздухе вообще висит туман. Влажность воздуха очень высокая. Виды влажности. То есть, на какие мы виды подразделяем влажность воздуха, когда говорим о влажности физики. Абсолютная влажность. Абсолютная влажность показывает, сколько граммов водяного пара содержится в воздухе объемом 1 кубический метр при данных условиях. И влажность относительная. Отношение абсолютной влажности воздуха к плотности насыщенного водяного пара при той же температуре. Далее. Формула для расчета относительной влажности. Относительная влажность рассчитывается по формуле. Смотрим. Фи равно П, деленное на П нулевное, умноженное на 100%. То есть, когда мы будем говорить о влажности воздуха, мы всегда будем говорить об относительной влажности. Отношение абсолютной влажности. Это Ро. Я называл, не называл. Ро. Абсолютная влажность воздуха. И Ро нулевое. Это плотность насыщенного пара при той же температуре. Итак, введем такое понятие, как точка росы. Если влажный воздух охлаждать, то при определенной температуре пар, находящийся в воздухе, может, можно довести до насыщения. При дальнейшем охлаждении водяной пар начинает конденсироваться в виде росы. Появляется туман и выпадает роса. Туман – это маленькие капельки воды, уже сконденсироваешься. И выпадает роса, то есть, капельки воды образуются на листьях, на светках, да, где угодно может образоваться вот эта капельки осесть. То есть, образоваться капельки, сконденсироваться, и мы будем наблюдать. Говорит, что роса, то росу мы можем видеть на окне, в комнате. А стекло прохладное, а воздух в комнате теплый, да, и в данном случае мы наблюдаем выпадение росы, выпадает роса на стекле. Мы говорим, стекло запотело. То есть, здесь как раз и будет наблюдаться точка росы. То есть, та самая температура. Еще раз, давайте подведем итог. Температуру, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным в процессе охлаждения, называют точкой росы. Понятно, да? Итак, далее. Приборы для определения влажности воздуха. Влажность воздуха играет большую роль в жизни человека. Поэтому ее желательно бы знать. И приборы, которые были изобретены. Это гигрометры. Гигрометры вот такого вида и вот такого вида. Мы о них поговорим подальше. И психометр. Такой вот приборчик. Здесь видно два градусника и табличка. Продаются в магазинах. Вот психометрами пользуются для определения влажности воздуха. А вот такими приборами в быту использование, в принципе, не происходит. Это скорее физические приборы, чем бытовые. Итак, гигрометр. Гигрометр конденсационный. Вот посмотрите, пожалуйста. Груша такая. Значит, приборчик сделанный. Вот это хромированная такая поверхность. Есть и градусник. Показывает точку росы. И на вот этой поверхности выпадает... Я здесь буду продувать воздух. Будет происходить охлаждение вот этого вот, значит, зеркала хромированного. И при определенной температуре для данной влажности в комнате наступит точка росы. Здесь будет выпадать роса. Мы увидим капельки воды. Да, и поэтому, значит, по этим наблюдениям определяется влажность воздуха. Гигрометр волосяной. Здесь по закручиванию волоса. Волос очень чутко чувствует изменение влажности воздуха. Кудри на влажном воздухе очень быстро развиваются, которые девочки завьют. Поэтому вот эти гигрометры, они волосяные, они определяют влажность воздуха. Тоже при помощи них можно определить влажность воздуха. Но в быту как-то больше используется психометр. Это разность температур сухого и влажного термометра. Сделаны специальные таблицы. И по этим таблицам, посмотрев температуру сухого и влажного, и как мы привыкли в системе отчёта XY, но там у нас будет температура сухого и влажного воздуха, и в перекрестии мы определим, а какова же влажность воздуха сейчас у нас в комнате. Это очень важно, потому что от влажности зависит интенсивность испарения влаги с поверхности кожи человека, а испарение влаги имеет большое значение для поддержания температуры тела постоянной. Иначе человек просто будет себя чувствовать не совсем комфортно. Благоприятная для человека относительная влажность воздуха 40-60%. Такую влажность поддерживают в производственных помещениях, на борту космического корабля и так далее. Кроме того, значение влажности воздуха имеет большое значение в метеорологии, то, что я говорил, без сказания погоды. При этом выделяется большое количество теплоты в атмосферу, когда происходит конденсация водяного пара, и мы наблюдаем с вами туман или образование облачности. Такие вот интересные вещи происходят вокруг нас, о которых мы пока что с вами не знали. Значение в промышленности, например, кондитерской, ткацкой, печатной, определенную влажность надо поддерживать. При хранении произведений искусств, это музейных книг, инструментов, инструменты музыкальные требуют определенную влажность. Ну и, само собой, разумеется, картины. Все это определенная влажность. Я уже сказал, музейные экспонаты. Определенная влажность должна быть в музее, где все это хранится. Я думаю, все предельно ясно. Ну ладно, всего доброго. Единственное осталось, что пожелать вам успехов.